Под крылом самолёта просторы Советского Союза. 15 часов надо современному авиалайнеру, чтобы пересечь страну с запада на восток. 10 с севера на юг. Едва ли не все географические и климатические зоны встречаются здесь. Преодолеть пространство помогла авиация. Скоростная и комфортабельная, грузоподъёмная и надёжная. Для Советского Союза, учитывая его огромные расстояния, такая авиация была особенно необходима. Нужны были самолёты, способные совершать дальние беспосадочные перелёты. И уже в первые годы существования Советской России они были созданы. Появились конструкторы, способные решать самые сложные технические задачи. Цельнометаллический моноплан конструкции Туполева первым достиг Северного полюса. Вскоре совершила беспосадочный перелёт Москва-Ванкувер другая машина Туполева. Советских лётчиков, героев перелёта Чкалова, Байдукова, Белякова встречала восторженная Америка. Советский Союз прочно занял одно из ведущих мест в мировом самолётостроении. В конструкторском бюро Туполева был создан и первый в мире реактивный пассажирский самолёт Ту-104. 800 километров в час. С такой скоростью не летал ещё ни один пассажир. Три десятилетия отделяют эти машины от первого реактивного пассажирского самолёта. Советские самолёты становились всё более популярными. Для экспорта самолётов и другой авиационной техники более четверти века назад было создано специализированное внешнеторговое объединение «Авиоэкспорт». Оно стало монопольным представителем советской авиационной промышленности на международном рынке. Увеличивали скорость. Самолёты становились экономичнее и комфортабельнее. Но главной оставалась надёжность и безотказность советских машин при высоких скоростях. За это время покупатели хорошо узнали и другие советские пассажирские самолёты Ил. Сегодняшние Илы — это и межконтинентальные лайнеры, и широкофюзеляжные аэробусы для линий средней протяжённости. Свою деятельность «Авиоэкспорт» строит на основе развитой авиационной промышленности Советского Союза. Надёжность, безотказность и другие свои качества машина получает при рождении. Поэтому стопроцентному контролю подвергаются все материалы, из которых она создаётся, все системы и приборы. Современный самолёт состоит из многих тысяч деталей. Их массовое изготовление потребовало специализации производства. Специализация дала возможность лучше использовать опыт и мастерство рабочих. Разделение труда вышло за пределы страны, стало международным. Так, польская промышленность, традиционно производившая небольшие самолёты, вертолёты и планёры, оказалась хорошо подготовленной к производству отдельных узлов широкофюзеляжного самолёта. На авиационном заводе в городе Мерице изготовляется хвостовое оперение, пилоны двигателей и другие детали аэробуса Ил-86. В планах авиаэкспорта дальнейшее развитие международного сотрудничества в рамках СЭФ. Закончена сборка. Теперь многократные испытания всех узлов и агрегатов. Отработка на земле всех систем под нагрузкой. По желанию заказчика, советские самолёты поставляются в различных компоновочных вариантах. Широкофюзеляжный лайнер Ил-96. предназначен для межконтинентальных рейсов. У конструкторов свои заботы. Увеличивать скорость и высоту полёта. Снижать расход горючего. И только требования к безопасности всегда постоянны. Самолёт должен быть абсолютно надёжным. При этом вариантов конструкции одного только крыла сотни. Но компьютеры быстро выберут оптимальные. Это пока расчёты. А как распределяться нагрузки на разных режимах? Как будет вести себя та или иная деталь, узел и весь самолёт во время полёта? Об этом совершенно точно сообщат лабораторные исследования. Создавая машину, конструкторы учитывают пожелания авиаэкспорта. В равной степени это относится и к самолётам, и к вертолётам. С тех пор, как в авиацию пришла эра винтокрылых машин, они без устали трудятся в Советском Союзе и во многих других странах. В семействе Ми постоянно находились машины, которые становились лидерами. Ми был первым в мире вертолётом серийного производства, оснащённым двумя турбовальными двигателями. Он впервые перешагнул рубеж скорости 320 км в час, который считался недостижимым для аппаратов этого типа. Этот гигант Ми-26 — самый крупный в мире вертолёт. Огромный аппарат, удобен в обслуживании и прост в эксплуатации. С помощью телекамер из кабины пилота можно управлять погрузкой и выгрузкой, следить за положением груза в полёте. На аэродроме машина обладает полной автономностью. Контейнеры и другие грузы загружаются с помощью лебёдок. Для погрузки самоходной техники люк в хвостовой части фюзеляжа снабжён трапом. Груз весом до 20 тонн как в грузовом отсеке, так и на внешней подвеске гигант переносит на всю дальность полёта до 800 км. На вертолётах Ми установлено более 70 мировых рекордов. Для вертолётов и самолётов установлено предельно строгие правила безопасности. За техническим состоянием машин следят высококвалифицированные специалисты. В соответствии с регламентом на технических базах СССР можно производить все виды техобслуживания самолётов советского производства. Но если компания считает целесообразным организовать базу технического обслуживания у себя, авиаэкспорт оказывает в этом содействие. Одна из таких баз в Чехословакии. авиаэкспорт направил сюда своих специалистов, помог организовать все необходимые регламентные работы. Компания ЧАСА перешла к эксплуатации советских самолётов по их техническому состоянию. Таким образом продажей машины авиаэкспорт свою работу с покупателями не заканчивается. В течение всей жизни самолёта авиаэкспорт поставляет заказчику и необходимые запасные части. Достаточно телекса в объединение и заказ тут же реализуется. Основой поставки стал твёрдый заказ. Заказ получен. Теперь компьютер, который помнит абсолютно все детали каждой машины, выдаст заказ на склад. А эта машина помнит, где они находятся. Техническую работу выполнит система манипуляторов, тельферов и транспортеров. Самолёт доставит детали из Москвы заказчику. В зависимости от категории заказа установлен и срок их поставки. На условиях самолёт на земле в любую точку земного шара запасные части доставляются в течение 48 часов. Промышленность постоянно создаёт новые модели типа машин. А старые продолжают служить и периодически нуждаются в ремонте. Авиаэкспорт принимает заказы от своих покупателей на ремонт любой поставленной техники. Заказы размещаются на специализированных предприятиях. Капитальный ремонт самолётов и вертолётов осуществляется по техническому состоянию. Для этого машины подвергаются всесторонней диагностике. Пройдя такой ремонт, машина обретает новую жизнь и вновь способна совершать гигантские прыжки через материки и океаны. самолёты советского производства соединили, например, Кубу со всеми континентами. На местных линиях также используются самолёты советского производства. Такие машины перегонять для ремонта из одного полушария в другое за 15-20 тысяч километров, конечно, нецелесообразно. Самолёты авиакомпании Кубана ремонтируются в Гаване на заводе, построенном с технической помощью авиаэкспорта, который командировал для этого своих специалистов. Значительная часть грузооборотов торговли Кубы с Канадой, Мексикой, Панамой приходится на долю транспортного самолёта Ил-76. Одна такая машина берёт на борт 50 тонн груза, целый железнодорожный вагон, и при этом взлетать и садиться самолёт может с грунтовых аэродромов. Из западного полушария перенесёмся опять в восточное. С берегов Атлантики на берега Великой Русской реки Волги. Здесь, в Ульяновском учебном центре, созданном при долевом участии стран-членов СЭФ, одновременно обучаются специалисты более чем из 30 стран. Они совершенствуют своё мастерство, постигают тонкости работы с новой для них техникой. Авиаэкспорт предоставляет возможность пройти курс обучения в школах, институтах или Академии гражданской авиации Советского Союза специалистам любой компании, купившей советскую авиатехнику. Для обучения специалистов в стране покупателей Авиаэкспорт поставляет тренажёры и другое необходимое оборудование, командирует наладчиков и инструкторов. Авиация не только достигла самых отдалённых уголков планеты, она стала практически всепогодной. Самолёты летают везде и в любое время. Широкое развитие авиации привело к тому, что воздушные трассы стали почти такими же напряжёнными, как автомобильные. 6825, Москва-контроль подтвердил, Карманова, занимайте эшелон 9600. 2634, Москва-контроль подтвердил, Карманова, следующее... Для аэропортов с высокой интенсивностью движения потребовались и были созданы системы управления воздушным движением. Эта система автоматически сопровождает до 100 воздушных судов на авиалиниях и до 50 в районе аэропорта. Она может обслуживать и несколько смежных аэропортов. На её базе создают системы для диспетчерских районов со средней и малой интенсивностью движения. 498, посадку, разрешаю. Воздушным движением надо управлять. Но надо ещё иметь данные о самом полёте, о техническом состоянии машины в воздухе. Их получают с помощью системы объективного контроля полёта. Система осуществляет одновременный контроль более 200 различных параметров. Она же выполняет количественный и логический автоматизированный анализ полётной информации в соответствии с требованиями каждой авиакомпании. Авиаэкспорт – постоянный участник авиасалона в Ля-Бурже. На этот раз особый интерес специалистов и посетителей вызвала машина конструкторского бюро имени Антонова, известного своими тяжёлыми транспортными самолётами. Этот получил имя Руслана, сказочного русского богатыря. Машина берёт на борт 150 тонн груза. Столько, сколько до него не поднимал ещё ни один самолёт. В экспортной прогрессии в программе авиаэкспорта самолёты различного назначения и вертолёты, аэродромное, радионавигационное и приборное оборудование, широкая гамма технических услуг. Более чем в 50 стран поставляется советская авиационная техника. Монопольный экспортер авиационной техники из Советского Союза, внешнеторговое объединение, авиаэкспорт. Монопольный экспортер Белétолепный экспорт. еженым вемом с предполагенном гамма техники Аэродром гамма техники и в 65 стран и в 1-80 ту км и в 10-80 км и в 8-80 км и в 4-80 км авиационная техники